Здравствуйте, друзья, это Максим Шевченко. Самолет Алексея Навального приземлился в Берлине. Точнее так, самолет с Алексеем Навальным, борющимся за жизнь, приземлился в Берлине. А это значит, что у российской власти, у Путина, и у всех, кто имеет к ней отношение, и у всех героев расследования Алексея Навального, и у всех, кто на него клеветал, и у всех, кто его ругал, и у всех, кто хихикал над ним, наступает момент истины. Объясню. Есть только три сценария. Первое. Навальный либо отравлен, либо не отравлен. Если он не отравлен, это одна история. Если он все-таки в его теле найдут яд, а вероятность этого очень велика, то тогда возникает уже другой сценарий. Это яд попал туда случайно, каким-то образом, промышленный, например, яд. Или это яд боевой. А представьте, что это яд будет такой же, допустим, как тот, которым травили скрипалей. Что он будет отнесен немецкими специалистами к категории боевых веществ. Ядов, которые используются для политических убийств. Как это будет объяснять российской властью? Мы видим, что следствие находится практически в панике, в коллапсе. Они ничего не делают и не собираются ничего делать, на мой взгляд. Они полагают, что сейчас месяц пройдет, два месяца пройдет, три месяца пройдет. Ну, подумаешь, люди там сейчас, да, будут суетиться. Ну, выйдут в Москве интеллигенты. Они уже хватают людей. Они даже бросают беременных женщин в машины, которые выходят протестовать против отравления Алексея Навального. Сегодня фигура Алексея Навального сплачивает всю оппозицию. Не важно, за коммунистов ты, за демократов ты, за либералов ты, за патриотов. Если мы живем в государстве, в котором человека, который ассоциируется с борьбой, с этим режимом, можно травить. Если режим просто ограничивается на эту тему комментариями, мы видим Пескова. Мы не слышим заявлений представителей Следственного комитета. Где госпожа Петренко, которая нам об этом рассказывает? Где представители прокуратуры, которые об этом рассказывают? Где брифинги, которые дают по этому поводу руководители силовых структур? Этого нету. Каждый из нас, как сказал Валерий Соловей, теперь должен очень аккуратно пить кофе и пить чай. Каждый из нас, каждый из тех, кто хоть что-то говорит плохое, критикует эту власть. Мы видим, как убийство, отравление, устранение политических оппонентов просто становится нормой. Еще и еще я буду говорить про недоверие к следственным органам, которые показали свою качественную, в кавычках, работу по расследованию убийств Архана Джемаль, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко в Центрально-Африканской Республике. Следственный комитет просто лепетал чего-то, не допросил никаких подозреваемых. Ни господина Пригожина, который и в этой ситуации с Навальным зафиксировался своим глумливым хихиканем. Мол, советовал бы, дал бы, взял бы у меня миллион, не пил бы водку с барбитуратами. И этот человек, который позволяет себе такие вещи, его так называемые политтехнологи, в кавычках, журналисты, в кавычках, которые на него работают, обслуживают тут очень многих в нашей стране. Поэтому мы ждем с нетерпением результатов исследования, которые поступят из Германии по поводу того, что именно стало причиной для тяжелейшего состояния Алексея Навального. Может, прав Валерий Соловей? Перепутали просто дозу яда, Навальный должен был бы умереть в воздухе, и тогда бы уже с его телом делали, что хотели, как делали, что хотели с телом, допустим, Архана Джемаля. Я был свидетелем, когда было потеряно свидетельство о смерти, которое шло из Центрально-Африканской республики в Москву. И мне потом говорили, ну где ты потерялась, Максим Леонардович? Потерялась она потому, что там были зафиксированы причины смерти Архана Джемаля, были показаны характер пулевых ранений. А потом, как говорится, это уже другая и история. В морге командуют те, кто дают итоговую информацию о том, как и от чего умер человек. Но Германия – это совсем другая ситуация. Момент истины. И мы ждем, как этот момент истины повернет потом нашу историю. Так бывает. Так бывает. Кто-то отдает приказ, кто-то, не думая, идет этот приказ исполнять. И потом глупость, подлость тех, кто отдает приказ и тех, кто его исполняет, разрушает всю, как им казалось бы, стройную систему, которая выстрелилась в нее в голове. И мир идет по совсем иным сценариям. Подождем. И будем, конечно же, молиться за здоровье Алексея Навального, за его выздоровление. Будь здоров, Алексей. Держи.